Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю безглютеновое тесто для пирожных и печенья, а также провожу тест вот такой вот скалки с рисунком. Начинаем! К размягченному сливочному маслу я добавляю сахарную пудру и ванилин и взобью это на малых оборотах миксера. Это также можно сделать при помощи венчика или обычной вилки. Теперь я отделила белки от желтков. Белки я убираю в морозильную камеру, так как не планирую их использовать в ближайшее время. И после разморозки они будут вести себя абсолютно как свежие. А желтки по одному я буду добавлять в тесто и продолжать взбивать. И сюда же добавляю чайную ложку молока. В миску я просеиваю рисовую муку, кукурузную муку и разрыхлитель. Хорошо смешаю. Теперь в масляную смесь небольшими порциями я еще раз просеиваю мучную смесь и буду замешивать тесто. Должно получиться вот такое вот тесто. Оно слегка липнет к рукам. Если же вам сильно не хватило муки, тогда добавляйте именно рисовую муку. Если же оно получилось слишком забитым, то добавляйте понемногу молока, чтобы получилась примерно вот такая консистенция. Теперь отправляем тесто в пакет и его необходимо хорошо охладить в течение примерно полутора-двух часов в холодильнике. Итак, тесто охладилось. Буду я его раскатывать на коврики для выпечки. Для выпечки вы можете использовать пергаментную бумагу. Для присыпки я буду использовать рисовую муку. Аккуратно ее распределяю. Выкладываю тесто. И буду раскатывать его через пакет. Можно также использовать пищевую пленку. Вот примерно пласт у меня толщиной полсантиметра получился. И сегодня я тестирую вот такую скалку. Это новинка. Такой себе своеобразный кухонный гаджет. Слегка присыплю мукой. Придавливаю. И аккуратно провожу. И вот такой рисунок на тесте получается. Теперь с помощью такого ножа нарежу на печенье. Остатки теста я снова раскатала в пласт. Присыпаю снова мукой. Пласт не стоит раскатывать слишком тонко. Чтобы тесто не прилипало к скалке. Примерно полсантиметра. Не меньше. Слегка прижимаю. И провожу. Вот такая красота. Очень красивый рисунок. Надо приспособиться. И надо обязательно присыпать поверхность мукой. Чтобы скалка не прилипала. Печенье выпекаю в духовке. Разогретой до 180 градусов. Печенье готово. Я дала ему полностью остыть. Потому что в горячем виде оно очень крошится. Очень мягкое, рассыпчатое. Невероятно вкусное и ароматное. Можно, конечно же, его кушать и в таком виде. Но я хочу приготовить из них пирожные. Для этого я подберу примерно одинаковые печеньки. И вот так вот буду выкладывать их один над другой. Чтобы они примерно по размеру совпадали друг с дружкой. Это у меня джем. Он достаточно густой. Он из алычи и довольно кисленький. К такому сладкому печенью как раз он очень хорошо подойдет. Мажу одну половинку джемом. И накрываю второй половинкой. Так собираю все пирожные. Теперь пирожным даем 6-8 часов, чтобы они пропитались. И только тогда их будем кушать. Если вам интересно, где можно приобрести такую скалку, ссылку я оставлю в описании под видео. Такие пирожные с удовольствием съедят не только люди, страдающие аллергией на глютен. Но и те, кто не хочет набирать лишние калории. Так как такое тесто менее калорийное, чем из пшеничной муки. Попробуйте приготовить и вы. И приятного всем аппетита!